Компания «Роснефть» подвела итоги экспедиции «Кара-зима-2015», которая стала шестой научной экспедицией по изучению ледовых и гидрометеорологических условий на Арктическом шельфе. За три года исследований компании удалось изучить условия окружающей среды в Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском, Чукотском морях и Море Лаптевых, изучить физические свойства около 300 кернов льда, провести около 4500 испытаний механических свойств льда, выполнить более 300 океанографических зондирований водной толщи, выполнить радиозондирование 15-ти продуцирующих айсбергов ледников Новой Земли и Северной Земли. В ходе экспедиции «Кара-лета» и «Кара-зима» было установлено шесть автоматических метеорологических станций на Арктических островах, установлено 280 дрейфующих буев на айсберге и ледяные поля для изучения их дрейфа. Полученные в результате исследовательских экспедиций данные будут использованы для проектирования сооружений круглогодичной эксплуатации для разведки, добычи и транспортировки углеводородов на лицензионных участках Арктического шельфа, проектирование сезонного поисково-разведочного бурения, разработки системы управления ледовой обстановкой, оценки фонового состояния окружающей среды на ранних стадиях промышленного освоения и минимизации рисков при последующих работах. На 2015 год запланированы научно-исследовательские экспедиции «Кара-лета-2015» и «Чукотка-лета-2015» и продолжение региональных инженерно-геологических исследований в море Лаптевых. В ходе экспедиции также были проведены работы по изучению белых медведей. Работы велись в течение 10 недель в акватории Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского морей и море Лаптевых, на архипелагах Новая Земля и Северная Земля, Новосибирские острова и впервые на земле Франции Иосифа. В результате ученые нарастили объем данных о распределении белых медведей в исследуемых районах. Надели на взрослых особи ошейники со спутниковыми датчиками, чтобы затем отслеживать их перемещение. Проводился отбор биологических образцов, что позволит выявить фоновые уровни в организме белых медведей, которые являются одним из основных видов индикаторов устойчивого состояния арктических морских экосистем, провести иммунологические и микробиологические исследования, молекулярно-генетический анализ. По словам ведущих специалистов-зоологов из Совета по морским лекопитающим, удалось получить беспрецедентный по качеству и объему материала популяции белых медведей на маршруте от Новой Земли на западе до островов архипелага Делонга на востоке. Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» начало работу над проектом атомных подводных лодок пятого поколения. Проект планируется реализовать по окончании строительства атомной подводной лодки четвертого поколения проектов «Ясень» и «Ясень-М». Серия из семи «Ясени» будет завершена после 2023 года. Новые субмарины будут построены в сроке, утвержденные программой военного кораблестроения до 2050 года. Все АПЛ проектов «Ясень» и «Ясень-М» будут переданы военно-морскому флоту. «Ясень-М» – модернизированная версия проекта «Ясень», по которому построен главной крейсер серии «Северодвинск». Серийные корабли линейки относятся уже к модернизированным «Ясеням». Надводная скорость АПЛ – 16 узлов, подводная – 28. Предельная глубина погружения – 480 метров, экипаж – 90 человек. На вооружении крылатые ракеты, торпеды, противоракеты, мины и другие средства, во многим параметрам превосходящие зарубежные аналоги. Седьмой атомный подводный крейсер серии «Борей» будет заложен в Северодвинске 21 декабря текущего года. Как будет называться новая субмарина, пока не сообщается. Закладка атомных крейсеров 21 декабря стала одной из традиций «Севмаша». В этот день завод отмечает день рождения. В прошлом году на эту же дату была намечена закладка 6 АПЛ «Проекта Борей» «Князь Суворов». Но церемонию в итоге отложили на пять дней. Напомню, на сегодняшний день «Северодвинская верфь» передала военно-морскому флоту три атомных крейсера «Проекта Борей». Это подлодки «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». На стапелях строятся еще три субмарины – «Князь Владимир», «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов». Кроме того, в начале этого года стало известно, что «Севмаш» будет осуществлять сервисное обслуживание подводных ракетоносцев, построенных на предприятии за последние три года. Ранее этим занимался Центр судоремонта «Звездочка». Ямало-Ненецкий автономный округ оказался единственным арктическим регионом в десятке лидеров рейтинга субъектов России по социально-экономическому положению за прошлый год. За год Ямал поднялся в рейтинге на одну ступеньку, и сейчас он занимает шестое место. По итогам минувшего года в списке, составленном агентством РИА-рейтинг, ведущие позиции сохраняют Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область и Республика Татарстан. В первую десятку регионов также входят Тюменская, Сахалинская и Самарская область и Республика Башкортостан. 19 июня в рамках второго дня Петербургского международного экономического форума состоится панельная сессия «Арктика. Новое экономическое пространство». Раскрытие потенциала Арктики, добыча полезных ископаемых, налаживание развитой транспортной системы и систем связи является мощным стимулом и уникальной возможностью для экономического роста регионов, отмечается на сайте Петербургского международного экономического форума. В свою очередь, промышленный, научный и инновационно-технологический потенциал приарктических регионов должен играть основную роль в процессах освоения и развития территории Севера. Модератором панельной сессии выступит главный экономист Ренессанс Кэпитал Чарльз Робертсон. Во обсуждении примут участие первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер, заместитель министра транспорта Виктор Олерский, руководитель администрации Северного морского пути Александр Ольшевский, генеральный директор Совкомфлота Сергей Франк, президент Ассоциации полярников Артур Челлингаров и многие другие. Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. С 2006 он проходит под патронатом президента Российской Федерации. За последние десятилетия форум вошел в число ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов. Форум посещает более 7,5 тысяч участников из России и за рубежом, среди которых главы государств и правительства развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества. В Ненецком автономном округе прошел съезд представителей «Баринс региона». Тема встречи актуальна для всех четырех стран, составляющих международную группу. Это экологическая безопасность. Сегодня в Ненецком округе три проблемные зоны, которые экологи называют горячими. Для их решения понадобятся совместные усилия и опыт соседних регионов. Кумжинское месторождение, питьевая вода в селах, очистные сооружения в городе. Сегодня эти пункты – горячие точки Ненецкого округа. Горячие – значит требующие скорого решения, ведь экологические проблемы не имеют государственных границ. Норвегия, Финляндия, Швеция и Россия объединились в борьбе за экологию стран Баринсова региона. Мы тут, чтобы продвинуть наш процесс, который мы продвигаем по всем пятым субъектам Российской Федерации, которые входят в составе Баринсова региона, вместе с такими же субъектами в Швеции, Норвегии и Финляндии. И мы хотим систематичный подход к решению проблем. Встреча Совета Баринсова секретариата – повод собраться за одним столом представителям региональных, федеральных и международных властей. Только общими силами возможно разрешить такие глобальные проблемы, как экологическая катастрофа на Кумжинском месторождении. С момента взрыва на скважине прошло 35 лет. Между тем, последствия аварии еще представляются опасными. В первую очередь необходимо укрепить дамбу, чтобы отравленная вода не попадала в акваторию Печоры и далее в Баринсово море. Без помощи Федерального министерства природы и ресурсов эти работы не провести. Существует федеральная программа по ликвидации аварийных скважин, где выполняются определенные ликвидационные работы, ставятся, то есть цементируются устья и так далее. Поэтому было бы логичным, скажем так, рассмотреть возможность по включению данного месторождения в ту программу, которую вы администрируете. Еще одна горячая точка – отсутствие питьевой воды насилием. Казалось бы, в регионе, где соотношение воды и суши одинаково, такой нужды быть не может. Однако мерзлая почва и болота не дают использовать подземные воды. Основной источник питьевой воды в селах – поверхностные водоемы. Несмотря на то, что в округе работает федеральная программа по установке водоподготовительных сооружений, проблема не решена до конца. Большинство населенных пунктов у нас расположено по, скажем, там, где влияют приливы, отливы, то есть морская вода есть. Для нас это как бы очень серьезно. И установка стоит от 3 до 5 миллионов, плюс на нее заказать проект – это стоит очень больших денег. Совет Баренцева региона помогает своим членам не только консультационной, но и финансовой поддержкой. На нее может рассчитывать и Ненинский округ. Итогом встречи стал ряд предложений по скорейшему решению озвученных проблем.